Железнодорожный мост был для стратегического назначения. Каждая опора, свай забит столько, что нанесет 20 тысяч тонн. Каждая опора. От нас до воды 32 метра высота моста. Это самый высокий мост, но от воды вниз свай уходит тоже на 32 метра. Фактически сделано было строительное. Мы использовали тот фундамент и фактически те же опоры, чтобы эта существенная скорость увеличивалась. Это вообще уникальный проект. Первый в мире, когда реконструировался действительно железнодорожный мост автоматически. Это по времени сколько у нас заняло? Полтора года. Вы подписали распоряжение в конце ноября 19-го. Мы в декабре приступили. Полтора года. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко Дорогие друзья, прежде всего спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители. Нам надо отчитаться перед страной. Деньги на этот мост выделяла вся страна. Поэтому еще раз благодарю вас за то, что мы встретились на этом святом уже, наверное, для гродненцев месте. Я, честно говоря, всегда с большой радостью приезжаю в наш цветущий край. Это жемчужина нашей страны, Гродно. И хочу, прежде всего, обратиться к некоторым гродненцам, которые не очень понимали, может, кто-то и сейчас не понимает, что такое для страны Гродненской области. Гродно для меня тем более. Должен вам сказать, что эту землю, кто бы как ни хотел, мы никому не отдадим. И поляки, которые живут здесь, еще в очередной раз повторяю им, это ваша земля. Там вас не ждут. Там со своими не знают, что делать. И в этом каждый год будете убеждаться. Поэтому живите здесь, как всегда, мирно, дружно с русскими, украинцами, белорусами, евреями, татарами. Живите по-человечески. В ту сторону можно смотреть, но только видеть свой интерес, так, как делают они наполовину. Но они должны понимать, вот я говорю это на этом мосту, что мы свою землю никому не отдадим, даже метра, даже клочка. Это наше, повторяю, наше, белорусов, украинцев, поляков, русских, евреев, татар и прочих. Это наша земля. Но мост, который мы открываем сегодня, вы знаете, вы этим гордитесь, самый высокий в нашей стране. Где-то под 33 метра высотой над уровнем воды. И должен вам сказать, я не зря напомнил, что мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется и бывший ваш губернатор, и нынешний. Они ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строительным в рекордно короткий срок, всего полтора года, они создали такое чудо. Красивейший мост. Но еще я старался, чтобы этот мост строители закончили именно к тем временам, когда освободили Гродно от немецко-фашистских захватчиков и Гродненскую землю, а равно и нашу Беларусь. Еще раз спасибо строителям, что они выполнили этот приказ и сдали этот мост именно вот этим к августовским дням. Гродно был освобожден Красной Армией в июле 44-го, а уже к августу враг был полностью выбит с территории Советского Союза. И пусть до победного мая 45-го года оставалось почти 10 месяцев, стало очевидно. Крах Третьего Рейха фактически был предопределен. Это благодаря им, мы это должны помнить, советским воинам, партизанам и подпольщикам, мы мирно живем на своей земле и уверены, абсолютно уверены в своем будущем. В этом я вас абсолютно заверяю. Вы даже можете не переживать. Да, мы сейчас не успокаиваемся, мы смотрим, что по периметру происходит, мы видим все, не все можем пока сказать, но вы даже не переживайте, наша земля будет всегда нашей. Этот восточный мост через нем, он в прямом смысле связывает эпохи. Его фундамент заложен первое послевоенное десятилетие теми людьми, кто видел войну и знал, как хрупок мир. Поэтому в 60-е годы прошлого века его планировали использовать в интересах ракетных войск и артиллерии стратегического назначения. К счастью, для таких целей он не понадобился. Сегодня нам выпала уникальная возможность объединить бесценный опыт предыдущего поколения с новейшими технологиями нынешней строительной отрасли. Все, что мы возводим и укрепляем, мосты, дороги, города, независимость нашего государства, также должно стать основанием для будущих достижений наших детей. Пусть этот мост, который уже прошел несколько испытаний на прочность, выдержав удары стихии, станет символом сохранения нашей национальной памяти, истории и традиций. Еще раз я очень благодарен за это действительно грандиозное сооружение всем нашим специалистам. Поздравляю их и ветеранов труда с наступающим профессиональным праздником Днем Строителя. Говорят, каждый новый мост – это дорога в будущее. И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее. В мирное будущее. И сегодня я хочу обратиться не только к вам, жителям региона, но и к нашим соседям. К обычным людям, возможно, вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу, которые живут по ту сторону нашей государственной границы. К тем, кто в отличие от своих политиков стремится к миру и созиданию. Я обращаюсь к ним. Невзирая ни на что, наша последовательная дипломатическая позиция не изменилась. Гродненщина – это западные ворота Беларуси. Они всегда открыты для тех, кто приходит к нам с миром, уважает наш уклад жизни и наши ценности. Вот эти ворота. Милости просим. И пусть открытый сегодня Восточный мост станет мостом дружбы, соединяя страны и народы. Я хочу пожелать всем вам, пришедшим сегодня на этот объект, и тем, кто нас услышит миллионы, нашим соседям, которые хотят жить с нами дружно, как это было всегда, счастья вам, новых свершений и чистого солнечного неба над головой. Дорогие строители, вы преподнесли солидный подарок не только жителям Гродно, но и всей стране. Потому что все дороги, ведущие на запад, проходят через эту святую землю. Спасибо вам еще раз за ваш труд. Огромное спасибо. Думаю, что те строители, которые воссоздали своими руками этот прекрасный мост, соединяющий эпохи и народы, не пожалели, что здесь работали. Мы будем делать все для того, чтобы поддержать наших строителей. Потому что если нет строителей, нет страны. Потому что есть страна, когда она что-то строит. Если она не строит, значит, эта страна застыла в своем развитии. С праздником всех вас и, прежде всего, наших гродненцев. Уважаемый Александр Григорьевич, ваше поручение по реконструкции железнодорожного моста через реку Неман в городе Гродно под автодорожной выполнено. От лица всех участников строительства разрешите вручить вам символический ключ от нового моста. Ну, учитывая то, что я, наверное, не так часто буду перемещаться по этому мосту, передам этот ключ тому, кто должен его надежно держать в руках. И хоть это ключ для того, чтобы открывать-закрывать дверь, чтобы он никогда не пользовался этим ключом, чтобы закрыть дверь на этом прекрасном строении. Владимир Степанович, тебе ключ. Если будет что-то солидное, солидное что-то построите, ну, я могу поучаствовать немного. Приглашайте с удовольствием. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.